У студентов нашего университета не два семестра, а целых три. Два учебных, а третий трудовой. Если в первых двух нужно хорошо учиться, то во время третьего трудового семестра есть хорошая возможность подработать и, что самое приятное, хорошо заработать в составе студенческих отрядов. Штаб трудовых дел нашего университета стал лучшим во всей Беларуси. О том, как работали и где работали студенты в ИГУ, поговорим с первым секретарем БРСМ нашего университета, Машей Крупской. Привет, Маша. Привет. Расскажи, что вам пришлось делать для того, много ли работы, для того, чтобы вы стали лучшими в республике? Такого ведь не было еще, да? Да, это впервые. Ну, я не могу сказать, что нам пришлось, и мы там какие-то силы свои тратили. Это труд всех студентов. Трудились, да, не покладая руками? Да, это все студенты в этом задействованы, все более 600 человек, которые работали в этом году в этом трудовом семестре. Ну, давай перечислим отряды, да, в состав которых входили студенты. Да, ну, значит, это 30 отрядов сельскохозяйственных и 10 отрядов педагогических. Все отряды, каждому отряду было присвоено звание именно Герой Советского Союза, и с портретами героев они выезжали уже на свои объекты. Ну, вот в составе сельскохозяйственных отрядов, да, где работали наши студенты? Ну, это Руптолочинский консервный завод, это более 400 студентов отработали. Урожай они собирали? Да, яблоки, картофель, это погрузка картофеля. Самый лучший отряд за две недели более 700, более, наверное, 800 тонн они собирают. Работа тяжелая? Ну, ужасно тяжелая. И какие у вас, ребята? Ну, у каждой работы есть свой плюс, это заработная плата. Да, большой или плюс? Я думаю, да, и студенты сами скажут, что большой, да, особенно те, которые были на погрузке картофеля. А скажи, педагогические отряды, это студенты работали в летних лагерях? Да, отряды, которые работали, ну, у нас по Витебской области, в наших долг, и это отряды, которые работали уже в Российской Федерации, это ТОПСы, Краснодарский край. Из чего состоит вот этот конкурс «Третий трудовой семестр», да? Ведь это он объединяет непосредственно все вот эти отряды. Ну, да, да, а конкурс очень сложный, и работа это, начало этого конкурса, нельзя сказать, что вот ты приехал, и ты начинаешь уже делать какие-то проекты для конкурса. Начало сразу идет где-то с марта месяца, уже с марта, да, уже подготовка к этому конкурсу, и всегда, когда студенты выезжают, они уже заранее знают положение об этом конкурсе, они готовят фотографии, фотоотчеты, видео, которые мы сняли и так далее. То есть нельзя сказать, что это вот за один день мы готовимся к этому конкурсу. Я поздравляю вас, что вы стали лучшими во всей стране, да, лучший штаб, то есть самые трудолюбивые студенты учатся в Витебском государственном университете, да? А какие планы у вас на 2020 год? Я знаю, вы хотите расширить перечень. Да, ну, у нас вот педагогические, сельскохозяйственные, в этом году мы хотим, в связи с тем, что в Витебске проходят дожунки в 2020 году, очень много строительных объектов появились, и, возможно, мы хотели бы видеть наших парней с разных факультетов на вот этих местах. То есть благодаря им Витебск станет еще краше? Ну, конечно. Ну, Маша, жизнь Белорусского Республиканского Союза Молодежи не ограничивается только студенческими отрядами, да, и третьим трудовым семестром. Чем еще живет БРСН в нашем университете? Ну, вот я могу рассказать, что буквально на прошлой неделе у нас наши студенты представляли два проекта на областном конкурсе уже «100 идей для Беларуси», и они стали не только победителем, не только как бы они прошли на республиканский этап дальше, но они по двум своим разным номинатам. Мы заняли первые места из числа победителей. Вот они из города лучшие пока что, вот на мое, наверное, мнение, да. Ну, еще и творческие конкурсы. Да, творческие конкурсы. Это «Королева весна», которая будет у нас весной, и «Студент года», который прошел вот-вот еще, мы помним. Наши студенты принимают непосредственно активно и занимают призовые места. Маша, от тебя, как от лидера молодежи нашего университета, пару слов на будущий год пожеланий и с наступающим Новым годом. Пусть наступающий год для вас будет успешным и продуктивным, а ваш труд всегда будет иметь вознаграждение и будет цениться. С наступающим Новым годом! На протяжении нескольких лет сад Толочинского консервного завода в первые осенние месяцы наполняется юными голосами студентов ВГУ. В этом сезоне завод привлек на уборку яблок и сортировку картофель 19 студенческих отрядов, а это около 500 студентов во главе с опытными руководителями, преподавателями университета. По площади сад Толочинского консервного завода один из самых крупных в стране. Плантации предприятия раскинулись на 350 гектаров. Для того, чтобы собранный урожай хранился как можно дольше, необходимо соблюдать все технологии при сборе яблок. Первое правило, чтобы яблочки не падали. Для этого их нужно держать двумя руками. Даже если у тебя корзина очень-очень тяжелая, и ты прям такой... Ты все равно должен держать двумя руками, чтобы ничего не упало. Второе правило, брать вот так вот, и не вот так вот рвать, ой, ну в этой низе, да, вот, а вот так вот под углом, вот так вот раз, вот видите, чтобы вот эта вот ножка оставалась, а потом вот так вот раз. Для кого-то из ребят работа здесь новинку. Ну а кто-то считает себя уже опытным бойцом студотряда и с удовольствием приезжает на новый сезон. Работаю уже вторую смену, с 5 сентября. То есть работа нормально. Сначала уставали, сейчас привыкли, работаем погрузка фур, вот наклейки расклеиваем и помощь оказываем, какую просят. Собираем по 7 тонн, это минимум. Вчера буквально собрали около 15 тонн. Живем действительно хорошо, все условия созданы для комфортного проживания, для работы тоже все условия, вот, пожалуйста, и музыка, и погода нас радует сейчас. Все очень хорошо. Предприятие создает все условия для работы студентов. Проживание в комфортных условиях, трехразовое питание, удобный график работы. За 2-3 недели здесь можно не только отдохнуть от учебы и современных гаджетов, но и прекрасно заработать.